Последняя новость о поисковой операции на Синайском полуострове, где в субботу разбился авиалайнер, летевший из Шарм-эль-Шейха в Москву. Обломки самолета разбросаны на огромной территории. Российские спасатели вместе с коллегами и военными из Египта уже обследовали около 20 квадратных километров. Руководители МЧС приняли решение о расширении зоны поисков. Бортовые самописцы аэробуса доставлены в Каир. Как полагают эксперты, их расшифровка даст ответы на многие вопросы о причинах трагедии. Из Египта репортаж нашего специального корреспондента Дениса Давыдова. Вертолет из Каира держит курс на Северный Синай. К месту крушения летит большая группа экспертов Межгосударственного авиационного комитета. Заметив черные контуры разбившегося самолета, просят пилота сделать над местом крушения несколько кругов. Сверху лучше видно, как именно расположены фрагменты посреди пустыни. Возглавляют группу экспертов египтяне, поскольку на их территории произошло крушение. С ними рядом российские специалисты, у которых важнейшая роль. Самолет эксплуатировала наша авиакомпания. Еще здесь представители французской стороны разбившийся аэробус, их детище. Вот-вот прибудут ирландцы. Ирландской лизинговой компании принадлежал самолет. Только после того, как все заинтересованные стороны соберутся, можно будет начать расшифровку черных ящиков. Таковы международные правила. Судя по фотографиям, оба самописца разбившегося лайнера пострадали не сильно. Подтверждает это и глава Росавиации Александр Нерадько. Сегодня он сам осматривал черные ящики. Сегодня удалось осмотреть бортовые самописцы, самописец параметров полета и речевой самописец. Внешнее состояние защитных кожухов этих самописцев удовлетворительное, что позволяет надеяться о том, что нам удастся расшифровать записи бортовых самописцев. Но расшифровка бортовых самописцев начнется только тогда, когда все участники расследования прибудут в Министерство гражданской авиации Египта. Египетская сторона еще не приняла решение, где будет проходить расшифровка. Если записи окажутся с дефектами, их отправят во Францию. Если в хорошем состоянии, все процедуры пройдут в Каире. Здесь уже находится представитель авиакомпании Когалым Авиа. Правда, общение с прессой избегает. Возможно, именно он будет идентифицировать голоса пилотов. Ваша задача здесь в Каире? Согласование действия с различными. Судя по всему, вы же еще будете участвовать в идентификации голосов? Нет. Ну, голосов может быть. Пока мне такой задачи не ставили. Запись черных ящиков, вероятно, даст ответ на вопрос, что же случилось с Аэрбасом. Вот эксперты берут пробы на наличие взрывчатых веществ на фрагментах фюзеляжа. Крупнейшие международные авиакомпании до выяснения всех обстоятельств запретили своим пилотам летать над Синаем. По карте Flightradar видно, как самолеты сейчас облетают опасный район. Обломки самолета, разбросанные на площади в 20 квадратных километров, к вечеру зону поиска еще расширили. Весь участок обходят наши спасатели пешком. Со специальными щупами, чтобы ничего не упустить. Отряды Центра Спас и Лидер. Опытнейшие сотрудники, но и им непросто. В пустыне днем жара под 40. На головы надевают платки. Хоть какая-то защита от солнца. Здесь все еще находят фрагменты человеческих тел. По пустыне разбросаны чемоданы, одежда, мобильные телефоны пассажиров. Уже найдены 111 паспортов. Много кусков обшивки и деталей аэробуса. Все отмечают на карте. По расположению фрагментов эксперты будут выяснять причины катастрофы. Применяем методы комплексного обследования, беспилотную авиацию, новейшие технологии. Кроме того, наши специалисты на месте оказывают помощь и поддержку Международному авиационному комитету членов, которые уже прибыли и работают непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Нашим спасателям активно помогают местные военные. Для всего Египта случившееся с российским самолетом большое горе. Здесь это самая обсуждаемая новость. Национальные каналы, ведущие издания тоже пытаются разобраться в причинах трагедии. Посольство России в Египте. Цветы и свечи сюда приносят третий день. Для Египта катастрофа с российским самолетом. Шок это не преувеличение. Все местные жители, которых мы встречаем, когда они узнают, что мы из России, это и сотрудники гостиницы, таксисты, все выражают слова соболезнования. Денис Давыдов, Вячеслав Черешко, Виктория Филатова, Первый канал, Египет.